Если вы часто нарушаете данные себе обещания встать пораньше и провести тренировку, то это видео точно для вас. Отговорить себя от тренировки к концу дня очень легко, ведь у вас найдется много причин для того, чтобы избежать физической нагрузки. И основная причина – это усталость после длительного рабочего дня. Поэтому проведение тренировки утром сразу после пробуждения определенно является хорошей идеей. Для этого нужно просыпаться на час или два раньше, чем вы привыкли. И поэтому это может стать непростой задачей. Но если в вашей ситуации утро – это единственное время в течение дня, когда вы можете выделить себе время на тренировку, вам просто необходимо вставать раньше. В этом видео я хочу поделиться с вами несколькими советами, которые помогут вам должным образом подготовиться к утренней тренировке. И при этом чувствовать себя энергичными и бодрыми. Тот, у кого уже установлен четкий распорядок, кто просыпается для тренировки в 4 или 5 утра, наверняка скажет вам – просто встань и немного пройдись. Это может звучать просто, но для большинства из нас это не так легко выполнить. Правда в том, что такие люди обычно параллельно выполняют много мелких действий, которые помогают им рано подниматься и при этом не чувствовать себя обесточенными или полусонными. Эти действия можете начать выполнять и вы. Я вам их перечислю. Первое. Заранее приготовьте одежду на утро и так с вечера обдумайте, что вы оденете на тренировку или пробежку, когда вы еще до конца не проснулись. Сложно решить, какие леггинсы или майку вы хотите надеть. Облегчите себе задачу – приготовьте спортивную сумку с вечера или просто разложите одежду на стуле, чтобы утром вам не приходилось думать об этом. Вы должны с вечера знать, что оденете, включая обувь. Номер два. Позаботьтесь о завтраке с вечера, так же, как и об одежде. В пять утра вам не захочется думать о завтраке. Сделайте себе смузи или протеиновый коктейль накануне вечером и положите его в холодильник. Это простое решение, которое, конечно, не сэкономит вам много времени, но однозначно поможет вам мысленно сосредоточиться на предстоящей тренировке или пробежке, настроиться на нее. Освободите себя от необходимости решать несколько задач в то время, когда вы еще окончательно не проснулись. Номер три. Становите несколько будильников. Большинство из нас уже так и делает. Эта уловка отлично срабатывает, когда нужно рано вставать. Если вы установите время будильника 15-30 минут раньше времени, когда вам нужно встать, вполне вероятно, что вы можете почувствовать себя более отдохнувшим. В 4.30, когда вы впервые услышите сигнал будильника, вам захочется снова заснуть. И вы так и сделаете. Затем, когда вы проснетесь в 5, у вас будет ощущение, что сейчас приблизительно 5.30, особенно если вы не посмотрели на часы, когда сработал первый будильник. Единственное, что нужно иметь в виду, не следует игнорировать второй будильник, чтобы поспать подольше. Номер четыре. Спите по 8-9 часов. Это правило может показаться вам слишком простым. Но если вы не хотите чувствовать себя вялым по утрам, время отхода ко сну имеет решающее значение. Вам следует ложиться спать за 7-9 часов до того, как вам нужно проснуться. Поначалу, если вы будете спать меньше, разница может показаться не такой уж и большой. Но если спать по 6 часов 3 дня подряд, а потом по 8 часов 3 дня подряд, вы почувствуете разницу. Если спать по 8 часов с утра, вам будет намного легче. Встать с кровати и в течение дня вы тоже будете чувствовать себя бодрее. Номер пять. Переместите будильник. Уберите будильник с тумбочки, поставьте его подальше от себя, в другом углу комнаты. Этот способ может показаться вам слишком простым. Однако физическая необходимость подняться для того, чтобы выключить громкий будильник, поможет вам проснуться. Номер шесть. Включите свет. Темнота располагает ко сну. Если вы включите свет, ваш мозг получит сигнал о том, что пора просыпаться ранним утром, когда так хочется спать. Поначалу это действие может показаться пыткой, но не поддавайтесь мимолетной слабости. Просто включите свет и ваш мозг быстро разбудит вас. Номер семь. Кофеин. Даже несмотря на то, что для полной зарядки энергии от кофеина может потребоваться до 30 минут, кофеин это отличный способ, который позволит вам получить необходимый для утренней тренировки заряд энергии. Если вы знаете свой уровень переносимости, то все прекрасно. Если нет, то начните с небольшой дозы. От 80 до 100 миллиграмм. Это приблизительно одна чашка кофе или два чайных пакетика. Постепенно увеличивайте дозу до 200-400 миллиграмм. В зависимости от своего веса и переносимости кофеина. Есть много способов получения кофеина, но если вам нужно быстро получить заряд энергии и вы не хотите пить 3 чашки кофе, лучший способ это таблетки кофеина. Это быстрый и экономный способ получения суточной дозы. И в заключение, конечно у каждого свои способы и приемы, которые позволяют им рано вставать и тренироваться. Это важно. Потому что тренировка позволяет не сбиваться с намеченного пути и идти к своей фитнес-цели. У каждого человека свои привычки и предпочтения. Поэтому нельзя обобщать и настаивать на том или ином способе. Каждый должен выбрать для себя тот способ, который подходит именно ему. Любой способ, который поможет вам встать рано, настроиться на тренировку и выполнить ее на отлично, может считаться подходящим для вас. Утренняя тренировка – отличное решение для тех, кто работает допоздна или для тех, кто слишком уставший в конце рабочего дня. А тем из нас, кто сейчас работает из дома, ранний подъем поможет придерживаться распорядка. Попробуйте применить мои советы. Они помогут вам не сбиваться с намеченного пути. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok